Добрый день! Сегодняшний выпуск «Школы докторов» посвящен проблеме, которое касается многих, но немногие о ней говорят. Геморрой – это слишком интимно. Мы отправляемся в отделение коллапрактологии Саратовской областной больницы, где ежедневно оперируют и консультируют людей с этой деликатной проблемой. Кстати, кто стесняется задать наболевший вопрос, может обратиться лично к одному из врачей-проктологов на его странице в Instagram. А в отделении мы обсудим самые актуальные вопросы, касающиеся этого заболевания. Хочу представить вам врача-проктолога Саратовской областной больницы Романа Васильевича Катникова. Здравствуйте! Добрый день! Роман Васильевич, начнем с главного. Что такое геморрой и каковы его симптомы? Ну, во-первых, геморрой – это варикозное расширение вен в прямой кишке, которые реализуются образованием специфических геморрадиальных узлов, которые способны в свое время воспаляться, кровоточить и выпадать из прямой кишки. Как понять, что это именно геморрой? Геморрой протекает при определенных симптомах. То есть это, во-первых, выделение алой крови после артодификации, во-вторых, это выпадение геморрадиальных узлов из прямой кишки. Поначалу они могут выпадать только при артодификации или натуривании, затем, когда усугубляется состояние пациента уже при чихании, при кашле, при малейшей физической нагрузке. А как человек это понимает? Ему становится неудобно сидеть? Да, он испытывает зуд, жжение, испытывает дискомфорт в прямой кишке. Вот. Иногда уже на дальних стадиях развития геморрадальной болезни выделяется кровь. Это является сигналом. Кровь также может выделяться и при трещинах прямой кишки? Трещина немножко по-другому протекает, своя у него есть клиническая картина. Собой трещин представляет дефект слизистой прямой кишки. Вот. И характерны эти трещины ярким болевым синдромом. То есть пациент во время стула, после стула сохраняется боль, интенсивная боль в прямой кишке в течение 2-3 часов. А есть определенные стадии заболевания? Он может бессимптомно протекать? Ну, геморрой условно делится на 4 стадии. В первой стадии протекает практически без симптомов. То есть человека беспокоит какой-то малейший дискомфорт в анальном канале. Есть только внутренние узлы, которые глазом не видны. На второй стадии, в принципе, картина та же самая. Только эти внутренние узлы чуть больше становятся. И, соответственно, они начинают уже чуть больше зудеть, чуть больше беспокоить человека. И присоединяются эпизоды кровотечения. На третьей стадии мы наблюдаем, что у пациента уже происходит выпадение геморройных узлов, которые могут самостоятельно вправляться в прямую кишку. Также это сопровождается дискомфортом, сопровождается и кровотечением. В первой стадии, это когда узлы у человека выпадают и, к сожалению, уже сопровождается не вправляются. Это вот на картинке изображены? Здесь на картинке изображены внутренние геморройные узлы и здесь наружный геморройный узел. Вот тот внутренний относится к начальному узлу? Да. Условно можно сказать, что это первое и второе. Основными методами диагностики при геморройной болезни являются пыльцевое исследование прямой кишки, ректальный осмотр, так называемый, и ректороманоскопия. Это осмотр прямой кишки трубочкой, вот при котором уже открывается полная картина и внутренних узлов, и наружных узлов. А вот эти вот первые и вторые стадии, они же не всегда перерастают в третью и четвертую? Можно их... Первые и вторые стадии, да, их можно лечить консервативно. Если соблюдать все правила профилактики, то, в принципе, это может как бы и вылечиться, и бесследно пройти. Правила профилактики? Ну, основные правила профилактики геморроя заключаются в устранении факторов, которые провоцируют это заболевание. То есть здоровый образ жизни в целом, правильное питание в частности, достаточная активность, и дозирные физические нагрузки могут, в принципе, нас уберечь от такой деликатной проблемы. А правильное питание есть какие-то запрещенные продукты? Это жирная и острая пища, крепкий чай, крепкий кофе. Алкоголь также провоцирует геморроидную болезнь. Все это связано с тем, что данные виды пищи раздражают слизистую кишечника. И провоцируют, да? Провоцируют, да, наше заболевание. И группы риска? Группы риска одинаково часто, в принципе, болеют и мужчины, и женщины, но те, кто свой труд связали со сидячим образом жизни, то есть это водители, офисные работники, то да, здесь идет застой в малом тазу, венозный застой, что провоцирует развитие геморроидальной болезни. Также тяжелоатлеты, спортсмены, которые занимаются тяжелой физической нагрузкой, тоже нередко страдают, к сожалению, этой болезнью. Женщины? Женщины часто обращаются в послеродовом периоде. Чаще всего это консервативный путь лечения таких женщин. Если женщина каждый день ходит сумками туда-сюда, из базара, с рынка, домой, то это, конечно, провоцирует развитие болезни. И если она раз в неделю сходила, принесла что-то тяжелое, раз в две недели. Раз в неделю можно, да? Раз в неделю можно, да. Это позволительно. Лечение консервативное, оно что в себя включает? Консервативное лечение, это, в первую очередь, препараты, венотоники, затем суппозитория, тарактальные свечи, мазевые повязки. Также часто назначаем пациентам ванночки с марганцовкой. Довольно-таки простое и действенное средство. А что они дают? Ванночки с марганцовкой, конечно, не излечивают полностью от заболеваний, но хорошо действуют на болезненную зону, снимают воспаление, снимают жжение, подсушивают. Если человек боится обращаться к врачу, наверное, эти процедуры не всем приятны. И решил самостоятельно лечиться, купил свечи, марганцовку. Чем это грозит? Это грозит, в первую очередь, неэффективностью лечения, потому что часто мы наблюдаем пациента, которые приходят к нам с осложнением, допустим, с кровотечением или с тромбозом геморрадиального узла, и спрашиваем, с чего все началось. Ну, посоветовали купить свечи, посоветовали сделать то, что такие манипуляции, другие манипуляции. Но мне ничего не помогает, и вот я пришел, обратился к вам. Тут уже, конечно, приходится либо интенсивная консервативная терапия, либо оперативное лечение. Все зависит также от случая. А геморрой – это хроническое заболевание, или его можно однократно вылечить и забыть? Ну, чаще геморрой протекает как хроническое заболевание. Некоторые люди страдают не один год, бывает раньше десятилетиями. Вот, просто сама болезнь может обостряться, и у этой болезни могут возникать острые формы. То есть, например, острый геморрадальный тромбоз. Здесь уже ничего не поделать, что тут нужно оперироваться. А как он выглядит? Часто пациенты его описывают так, что сдулась какая-то шишечка в области прямой кишки синюшного цвета и не проявляется прямой кишкой, что сопровождается болью. И бывают эпизоды кровотечения из этой шишечки. И ему нужно обратиться к проктологу, чтобы хирургически... Если у пациента диагностирован диагноз геморрой, то это прямое показание для эксплуатации специалиста. Заниматься самолечением это крайне чревато. В одном и том же месте образуется? Или в разном? Условно мы для себя делим расположение геморроя. Если представить часы, то как на часовом циферблате это 3 часа, 7 часов и 11 часов. Это типичная локализация геморроидальных узлов. То есть в основном на этих местах возникают узелочки. А оперативное лечение в чем заключается? Ну, оперативное лечение заключается в удалении геморроидальных узлов. Чаще всего мы используем классический метод геморроидоктомии, удаление внутреннего и наружных пар геморроидальных узлов. Пациент находится на стационаре в среднем 4 дня. После этого мы его выписываем на амбулаторный этап с дальнейшим наблюдением у проктолога. И также на амбулаторном этапе он продолжает соблюдать режим питания и дозированные физические нагрузки. Дозированные физические нагрузки это? Это... Каждый человек для себя подбирает индивидуально. Это легкий труд. Для кого-то это пробежка, для кого-то это плавание, для кого-то это какая-то физическая нагрузка с каким-то упражнениями, с нарядами, спортзале. Под руководством тренера. Под руководством тренера можно конечно заниматься. Ну вот допустим офисный работник он же не может сменить работу, он так и будет продолжать по 9 часов сидеть на одном и том же месте. Для офисных работников тоже существует как бы своя профилактика. Если сидишь 9 часов в одном и том же кресле, то ты каждый час должен обязательно встать на 5-10 минут и размяться, подтянуться, покрутиться, повертеться. Это достаточно. Также те же самые водители, которые осуществляют дальние рейсы, то же самое. Остановиться, размяться, это будет плюсом большим. Люди, которые связывают свою жизнь с тяжелым физическим трудом, это чаще всего встречается в сельской местности, люди занимаются тяжелой нагрузкой, строители, разнорабочие, все это тоже их труд провоцирует развитие геморроидальной болезни. В данном случае лучше всего при каких-то малейших признаках геморроя обратиться к специалисту. Люди, наверное, боятся операции на таком интимном месте, поэтому не обращаются. Ну, это, скорее всего, главенствующий фактор, потому что довольно деликатная проблема, довольно интимное место, что как бы пугает людей обратиться к врачу с такой проблемой. Но сейчас медицина не стоит на месте, все развивается, появились хорошие препараты, хорошее оснащение неоперационных, поэтому все это лечится. Таким образом можно будет не мучиться, один раз отлежать в больнице и... И забыть об этой проблеме так сказать навсегда. Операции все выполняются под обезболиванием. На второй, третий, четвертый день пациент самостоятельно передвигается, самостоятельно ходит, самостоятельно себя обслуживает. После операции у пациентов есть определенная диета? Такой основной диеты не существует. Мы стараемся объяснить пациентам, чтобы они наоборот больше кушали, чтобы в первые дни после операции у них был уже самостоятельный стол. Для того, чтобы не было в дальнейшем запоров и не было осложнений со стороны прямой кишки. Поэтому мы не запрещаем пациентам кушать, они сразу кушаются, кушают, сразу двигаются, ведут полноценный образ жизни после операции сразу. Ну а какие-то дополнительные еще методы нужны? Те же самые ванночки, свечи после операции? В дальнейшем после операции в основном мы назначаем им ванночки с марганцовкой. Это основное их лечение. Наверное, если бы я была пациентом, я бы наоборот думала, что после операции лучше вообще не есть. Ну так часто у нас и бывает то, что пациенты после операции боятся кушать. Но мы им объясняем, для того чтобы был стул в первые дни после операции надо наоборот питаться побольше. Какие у геморрадиальной болезни осложнения? Во-первых, это кровотечение. Это главное и самое страшное осложнение геморрадиальной болезни. И во-вторых, это тромбоз геморрадиальных узлов, который грозит также перфорации узла. Также может быть кровотечение из этого узла. И это только оперативный путь лечения. А человека можно не спасти, если у него открылось кровотечение? Ну, такие случаи крайне редки, конечно. Чаще всего в современном телевизионном мире успевают оказать помощь. Следующий выпуск «Школы доктора» в отделении ортопедии. Доктор Слободской и его пациенты расскажут все об эндопротезировании суставов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова